Пивные реки пустили на самотек. Если ранее депутаты края ввели критерии для открытия псевдобаров, прокуратура эти условия подвергла сомнению. Мол, число столов, наличие санузла и так прописано в ГОСТе. Зачем еще и закон? По решению надзорного ведомства депутаты отменили этот пункт. Несмотря на то, что многие оказались не согласны, ведь ГОСТ лишь рекомендация, его можно и не соблюдать, а значит еще легче открыть забегаловку. Депутаты возьмутся за разработку новых ограничений и на это время попытаются уберечь людей от отравлений. Вернуть на рынок в вечернее время магазины, которые торгуют легальным спиртным, абсурдно выглядит ситуация, когда барматуху можно взять в вечернее время, а нормально спиртное взять нельзя. Если это решение возмущает жителей, то парламентарии больше не довольны другой инициативой прокуратуры. Ее сотрудники протестуют против двух прав депутатов всех уровней. Во-первых, компенсация избранникам народа в размере 30 тысяч. На бензин, зарплату помощникам органы принудили парламентариев ввести учет трат. А вот как быть, например, с различным родом подарками на округе или денежным поощрением активистов? То есть как вот с этим-то быть и как мы это все пропишем? Но в целом это замечание приняли, а вот второе вызвало еще большую волну негодования. Раньше депутат после обращения жителей мог вне очереди попасть на прием в то или иное краевое учреждение. Теперь сказано ждать как всем. А ведь решать проблемы жителей быстро – прямая работа депутата. Безотлагательный прием являлся именно гарантией того, что любые ответственные лица – это чиновники, главы районов, руководители предприятий – должны нести ответственность при исполнении своих служебных обязанностей. Еще одно решение парламентариев – расширить круг получателей компенсации на капремонт в многоэтажках. Если с гражданами, достигшим возраст 70 лет и старше, проживают инвалиды первой и второй группы, они также имеют право на компенсацию платы за капитальный ремонт в размере 50 либо 100 процентов соответственно. По примерным подсчетам на это право могут претендовать около двух тысяч жителей края. В МВЦ или органах соцзащиты люди уже скоро смогут проверить, поставили их на учет или нет. Анастасия Драган, Николай Шелком. Наши новости.